КАМИЛЛА ЛЕГБЕРГ ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Может быть, она просто ранена? Она сидела, глядя в стол, не в силах встретиться с ним глазами. Краткое сомнение, потом сочувствующий голос. «Там очень много крови из такого маленького тела, но я не хочу строить догадки, пока врач не сделал заключение». Фэй кивнула. Ей дали воду в прозрачном пластиковом стаканчике. Она поднесла его к губам, но всё тело сотрясалось, так что несколько капель упали на подбородок, вода стала стекать на блузку. Светловолосая женщина-полицейский с добрыми голубыми глазами подалась вперёд и протянула ей салфетку. Фэй медленно вытерлась. От воды на шёлковой блузке останутся некрасивые пятна. Словно это имеет какое-то значение. «У вас нет никаких сомнений? Вообще никаких?» Женщина-полицейский переглянулась с коллегой, потом покачала головой и ответила, тщательно подбирая слова. «Как я уже сказала, врач должен сделать заключение, исходя из того, что обнаружено на месте преступления. Но на нынешнем этапе всё указывает на одно. Ваш бывший муж Як убил вашу дочь». Фэй закрыла глаза и подавила всхлип. Жульенна наконец-то заснула. Волосы разметались по розовой наволочке. Дыхание стало ровным. Фэй нежно погладила её по щёчке. Осторожно, чтобы не разбудить дочь. Сегодня вечером Як должен вернуться из Лондона. Или из Гамбурга. Фэй точно не помнила. Вернётся уставшей и задёрганной, как всегда после деловой поездки. Но она позаботится о том, чтобы он расслабился. Осторожно, закрыв дверь спальни, чтобы не разбудить Жульенну, она выскользнула в холл и проверила, заперта ли входная дверь. В кухне провела рукой по столешнице. Три метра белого мрамора. Карарского, ясное дело. К сожалению, это оказалось весьма непрактично, ибо пористый мрамор впитывал всё, как губка. На нём уже образовались некрасивые пятна. Однако Як и слышать не хотел о том, чтобы выбрать нечто более приземлённое. Кухня в квартире на улице Нарва-Вэген обошлась примерно в миллион. Не экономили ни на чём. Потянувшись за бутылкой омароны, Фэй выставила на столешницу бокал. Стук бокала о мрамор, бульканье вина. Вот к чему сводилось её существование в те вечера, когда Як отсутствовал. Осторожно налив себе красного вина, чтобы оно не пролилось, оставив очередное пятно на белой мраморной поверхности, она закрыла глаза, поднося бокал к рту. Уменьшив освещение при помощи Диммера, вышла в прихожую, где красовалась чёрно-белая фотография её, Жульенны и Яка. Снимок сделала Катэ Габар, неофициальный придворный фотограф, которая каждый год делала новые обворожительные фотографии королевских детей, играющих среди осенних листьев в невероятно белой одежде. Они с Яком решили сделать летние фото. Оба стояли на пляже, у кромки воды. Весёлые, раскрепощенные. Жульенна между ними, с растрёпанными ветром, светлыми волосами. Разумеется, вся в белом. Сама Фэй в простом льняном платье от Армани. Як в рубашке и закатанных штанах от Хьюго Босс. Жульена в кружевном платье из детской коллекции Стелла Маккартни. Прямо перед фотосессией они поругались. Фэй уже не помнила из-за чего, знала только, что сама была виновата, но на портрете никаких признаков ссоры. Фэй поднялась по лестнице, застыла у двери в кабинет Яка, но потом всё же открыла её. Комната располагалась в башне с видом на все четыре стороны света. Уникальный план, уникальный дом, как сказал Маклер, показывавший им квартиру пять лет назад. Жульенну она тогда носила под сердцем, а в голове теснились самые светлые картины будущего. Эту комнату в башне Фэй очень любила. Открытое пространство и свет изо всех окон давали ей ощущение полёта. А сейчас, когда за окнами повисла непроницаемая тьма, смыкающиеся к потолку стены окружали её словно тёплый кокон. Кабинет обставляла она, как, впрочем, и всю квартиру. Выбирала обои, книжные шкафы, письменный стол, фотографии и произведения искусства на стенах. И Яку понравилось то, что она создала. В её вкусе он никогда не сомневался. К тому же всегда безгранично гордился ею, когда гости просили телефон их дизайнера. В эти мгновения он позволял ей сиять в лучах славы. Если все остальные комнаты были обставлены в современном стиле, светлые и воздушные, то кабинет Яка выглядел более тяжёлым и мужественным. На обустройство этой комнаты Фэй потратила больше сил, чем на детскую для Жульенны, и всю остальную квартиру вместе взятые. Здесь Як будет проводить много времени, здесь будет принимать важные решения, влияющие на будущее их семьи. Самое малое, что она могла сделать, создать для него этот оазис, почти под облаками. Фэй с удовлетворением провела рукой по письменному столу Яка, который выиграла на аукционе Буковски. Когда-то он принадлежал Ингмору Бергману. Як был не особым ценителем Бергмана, предпочитая боевики с Джеки Чаном или комедии с Беном Стиллером, но ему, как и ей, нравились вещи с историей. Когда они показывали квартиру гостям, он всегда похлопывал по столу ладонью и упоминал, как бы между делом, что этот прекрасный предмет мебели стоял когда-то в доме всемирно известного кинорежиссёра. Каждый раз, когда он так делал, Фэй улыбалась, потому что, произнося эти слова, Як обычно смотрел ей в глаза. Это было ещё одно из тысяч мгновений, объединявших их в жизни. Эти доверительные взгляды, крошечные, незначительные и значительные события, из которых складывались отношения. Опустившись в кресло перед компьютером, Фэй повернулась в полоборота и оказалась лицом к окну. За стёклами падал снег, превращаясь где-то далеко внизу в грязь на асфальте. Подавшись вперёд и глянув вниз, она увидела, как в темноте февральского вечера пробирается машина. На углу Баннергаттен водитель повернул руль и исчез в направлении центра. На мгновение Фэй забыла, зачем пришла, почему сидит в кабинете мужа. Так легко раствориться в темноте, когда тебя гипнотизируют снежинки, падающие сквозь черноту. Поморгав, она уселась прямо и вернула кресло в прежнее положение. Оказавшись лицом к огромному монитору, тронула мышь и экран ожил. На мгновение Фэй задалась вопросом, что Як сделал с ковриком для мыши, который она подарила ему на Рождество, с фотографией её и Жульенны. Вместо этого у него был теперь некрасивый синий коврик с логотипом «Нордиа» — подарок клиентам, воспользовавшимся услугами персонального банковского обслуживания. Пароль она знала — «Жульен-2010». Во всяком случае, на экране в качестве заставки у него не «Нордиа», а та фотография, где он снял её с Жульенной в Марбелле. Они лежали в полосе прибоя, Фэй подняла дочь над собой на вытянутых руках к синему небу. Обе смеялись, но смех самой Фэй скорее угадывался, поскольку она лежала на спине, а волосы её рассыпались по песку. Синие глаза Жульенны смотрели прямо в объектив фотоаппарата, в глаза Яка, такие же синие. Подавшись вперёд, Фэй оглядела своё тело на снимке, загорелая, глянцевая, от солёной воды. Хотя после родов прошло всего несколько месяцев, она была в лучшей форме, чем сейчас. Живот плоский, руки тонкие, бёдра стройные и упругие. Сейчас, спустя три года, она весила килограммов на десять больше, чем тогда в Испании, а то и на все пятнадцать. Давно уже она не решалась встать на весы. Оторвав взгляд от своего тела на экране, Фэй открыла браузер, зашла в историю просмотров и написала в окошке поиска слова «порно». На экране один за другим появились ссылки в хронологическом порядке. Как легко отследить сексуальные фантазии Яка за последние месяцы. Просто энциклопедия его страстей. Сексуальные фантазии для чайников. 26 октября он посмотрел два клипа. «Русских девчонок трахают большим членом» и тощую девчонку брутально трахают. Как ни относись к порноиндустрии, но названия фильмов были предельно конкретными. Никаких экивоков. Никаких попыток приукрасить, смягчить, затушевать то, что будет показано и чего ищет потенциальный зритель. Прямой диалог, открытая и честная коммуникация. Сколько она его помнит, Як всегда смотрел порнуху. Да она и сама иногда смотрела, когда оставалась одна. Фэй презирала подруг, которые утверждали, что их мужьям и в голову не пришла бы мысль смотреть порно. Типичный пример психологического механизма вытеснения. Прежде увлечение Яка порнографии не влияло на их интимную жизнь. Мужа хватало и на то, и на это, но теперь он больше не приходил к ней, хотя продолжал искать удовлетворение у тощих девчонок. Спазм в животе нарастал с каждым клипом. Девочки были все как на подбор юные, стройные и покорные. Яку всегда нравились молодые и стройные. Не он изменился, изменилась она. Разве не таких женщин хочет большинство мужчин? Когда живешь в Эстермальме, о старении и прибавке веса даже речи быть не может, во всяком случае, если ты женщина. Эстермальм – один из самых фешенебельных районов Стокгольма. В последний месяц Як раз семь-восемь смотрел один и тот же клип. Школьницу брутально трахает учитель. Фэй нажала на воспроизведение. Совсем юная девчушка в короткой клетчатой юбочке, белой рубашке, галстуке, гольфах и косичках в духе Пеппи длинный чулок страдает от проблем в школе. Самые большие трудности у нее с биологией. Встревоженные, ответственные родители нанимают ей репетитора и оставляют ее одну дома. В дверь звонят. Появляется мужчина лет сорока в пиджаке с заплатками на локтях с портфелем в руке. Они заходят в светлую, просторную кухню. Девочка приносит учебники, открывает на нужной странице. Они повторяют мышцы человеческого тела. Я буду называть мышцы, а ты будешь показывать их на себе. Справишься, говорит учитель бархатным голосом. Девочка делает большие глаза, кивает и оттопыривает губки. Две мышцы она показывает правильно. Когда он называет глютеус максимус, большую седалищную мышцу, девочка слегка приподнимает юбочку, так что в кадре виднеется кружево на трусиках и показывает внешний край паховой складки. Учитель с улыбкой качает головой. «Встань, я покажу», говорит он. Она отодвигается вместе со стулом и встает. Он протягивает свою большую руку и медленно ведет ею по ноге девочки от колена вверх под юбку, задирает юбку еще выше и отводит в сторону край трусиков. Заводит туда палец. Девочка стонет. Идеальный порно-стон. Однако с намеком на изумленную невинность и легкое чувство вины. Признание зрителю, что она понимает, ей не следует так себя вести. Это запретно, но она не может сдержаться. Искушение слишком велико, чтобы устоять. Он вводит в нее палец и движет им туда-сюда. Потом кладет ее на стол и трахает. Она кричит, стонет, царапает стол. Просит еще. Все заканчивается тем, что он просит ее снова надеть очки, упавшие в процессе, и кончает ей на лицо. С лицом, искаженным от наслаждения и полуоткрытым ртом, школьница принимает в себя сперму. Где еще, как не в порно-фильмах, с такой ясностью показано, как высоко мужчины ценят свою сперму? Ее выдают исполненном страсти, восторженным женщинам с полуоткрытыми ртами, словно самый драгоценный дар. Фэй выключила компьютер, кликнув пару раз мышью, по уродливому коврику с логотипом Нордиа. Если Яку нужно такое, то он это получит. В гардеробной у Фэй нашлось все необходимое. Она взглянула на часы. Половина десятого. Самолет Яка вот-вот приземлится. Скоро муж сядет в такси. Само собой, в Арленде у него вип-класс обслуживания, так что от аэропорта он доберется быстро. Она быстро приняла душ и сбрила небольшую щетину на лобке. Оплоснув, все тело накрасилось, не так, как делала это обычно, а небрежнее, по-молодежному, обильно нарумянила щеки, не пожалела туши и, как вишенка на торте, обвела губы ярко-розовой помадой, которую нашла на дне ящичка с косметикой и которую наверняка получила в пакетике с рекламной продукцией на каком-то мероприятии. Як получит не ее, не Фей, свою жену, мать своего ребенка, а другую, молодую, нетронутую, как раз то, что ему нужно. Выбрав один из тонких серых галстуков Яка, Фей завязала его небрежным узлом, надела очки для чтения, которыми он стеснялся пользоваться при других и потому прятал, когда к ним приходили гости, прямоугольные, черные, от Дольче и Габана. Фей оглядела в зеркале конечный результат. Она выглядела на десять лет моложе. Такой она была, когда уезжала из Фельбаки. Ничья жена, ничья мать идеальна. Фей проскользнула в комнату Жульенны, чтобы взять одну из ее тетрадок и карандаш с розовой бахромой. На мгновение замерла, когда дочь забармотала во сне. Проснулась? Нет, вскоре вновь послышалось размеренное дыхание. Фей зашла в кухню, чтобы подлить себе еще вина. Но потом остановилась и выдвинула ящик с пластиковыми стаканчиками Жульенны. Достала большую кружку с крышкой и трубочкой с изображением Хэллоу Китти на боку. Налила себе в нее красного вина. Супер! Когда в замке повернулся ключ, Фей сидела и листала экономист. Журнал, который Як упорно клал на видном месте. В семье его читала только она. Як поставил на пол чемодан, снял ботинки и засунул в них кедровые колодки, необходимые, чтобы сохранить форму его итальянских ботинок ручной работы из мягкой кожи. Фей сидела неподвижно. В отличие от ее обычного сдержанного блеска для губ от ланком, розовая помада прилипала к губам и издавала синтетический запах. Як осторожно открыл холодильник, и он все еще не заметил. Двигался тихо, видимо, думал, что они с Жульеной спят. Фей наблюдала за ним со своего места в неосвещенной гостиной, как посторонний, заглядывающий в окно. Она могла наблюдать за мужем, когда тот не подозревал об этом. Обычно Як всегда пребывал в напряжении. Сейчас, когда думал, что его никто не видит, он и двигался по-другому, раскрепощенно, почти небрежно. Его обычная такая статная фигура слегка ссутулилась, не сильно, но достаточно, чтобы жена, так хорошо его знавшая, заметила разницу. Лицо разгладилось, исчезла озабоченная морщинка, которая в последнее время все чаще появлялась между бровей. В том числе и в ситуациях неформального общения, так тесно связанных с его карьерой, с их жизнью, где смех и звон бокалов могли привести к многомиллионной сделке, заключенной на следующий день. Она вспомнила Яка молодым, когда они только-только познакомились. Лукавый взгляд, радостный смех, ненасытные руки, постоянно прикасавшиеся к ней. Свет из холодильника осветил лицо Яка. Фэй не могла оторвать от него глаз. Она любила его. Любила его широкие плечи, любила его большие руки, которые сейчас взяли пакет соком и поднесли ко рту. Скоро они будут прикасаться к ней. Боже, как она соскучилась. Вероятно, от вожделения Фэй слегка пошевелилась, потому что муж внезапно повернулся лицом к блестящей дверце духовке и увидел отражение ее фигуры. Вздрогнув, он резко обернулся, все еще держа в руке пачку сока. Потом отставил ее на кухонный островок. «Ты не спишь?» спросил он. Между его красивых бровей вновь пролегла морщинка. Фэй не ответила, молча поднялась и приблизилась к нему. Его взгляд скользил по ее телу. Давно он не смотрел на нее такими глазами. «Иди сюда!» мягко проговорила она. Як закрыл дверь холодильника и кухня вновь погрузилась во мрак. Но свет огней города освещал все достаточно, чтобы они могли видеть друг друга. Обогнув кухонный островок, он обтер губы тыльной стороной ладони и наклонился, чтобы поцеловать жену. Но Фэй отвернула лицо и силой усадила его на стул. «Сейчас дирижировать будет она!» оттолкнула его руку, потянувшуюся к ее юбке, и в следующую секунду приложила его ладонь к своим коленям. Задрала юбку, чтобы муж мог увидеть ее кружевные трусики, в надежде, что он их узнает, увидеть, что они такие же, как у той, юной и невинной. Его рука скользнула вверх, и она не смогла сдержать стон. Вместо того, чтобы отодвинуть трусики в сторону, как в фильме, як сорвал их. Она снова застонала, уже громче, склонилась к столу, выгнула спину, пока он расстегивал брюки, стянув их вниз одним рывком вместе с трусами. Взяв ее за волосы, пригнул ниже к столу, налег на нее всей своей тяжестью, целуя и кусая ее в затылок. Она ощутила запах апельсинового сока, смешанного с виски из самолета, решительным движением раздвинул ее ноги, встал позади и вошел в нее.